Здравствуйте! На канале ВКТ «Время новостей» о событиях пятницы 12 августа вам расскажут мои коллеги и я, Инга Габеши. Кавказ в дыму. В Косте сгорел корпус одноименного санатория. Пять управляющих компаний Сочи могут уйти с рынка. Сегодня об этом говорили на совещании по подготовке города к зиме. В Сочи задержали подозреваемого в краже из частного дома. Мужчина похитил мобильный телефон и 120 тысяч рублей. Сочинские огнеборцы сыграли в мини-футбол. Сотрудники пожарной охраны готовятся к финалу в Спартакеаде «Динамо». Непогода внесла свои коррективы в рабочие планы губернатора края. Из-за сильного ветра и ливня в Армавире сорвалась встреча Вениамина Кондратьева с местными жителями. Подробности у наших краснодарских коллег. Светлый большой зал на полутысячи человек во тьму погружался постепенно. Губернатор края едва успел начать встречу с жителями Армавира, как в местном доме культуры. Вдруг погасли все лапы. Тогда подумали, что это просто сбой электричества. Но уже после второго отключения стало известно. Ураганный ветер обесточил почти весь город. Тут же главе региона доложили, что создание сорвало крышу. В такой ситуации нет разговоров об экономическом развитии. Вениамин Кондратьев принял решение перенести встречу. Что я предлагаю? Мы можем два часа ждать, пока подвезут дизель под станцию. Но я думаю, что еще раз. У каждого уже у вас сердце не на месте. Каждый думает, что у него происходит дом. Давайте наш диалог с вами продолжим. Я обязательно вернусь в Армавир. И на самом деле тогда в спокойном режиме, обстановке, мы сможем с вами провести наше общение. Принимается такое предложение? Но еще утром ничего не предвещало беды. Светило яркое солнце. Непогода обрушилась на город после обеда. Глава региона в рамках рабочей поездки успела посетить несколько предприятий Армавира. По иронии судьбы, одной из точек объезда стал завод по изготовлению светодиодов. Это не просто предприятие, а научно-производственное объединение. Но загружено оно лишь на 80%, хотя возможностей гораздо больше. Муниципалитеты края закупают такие светодиоды за пределами региона. Ситуацию необходимо исправить, настаивает Вениамин Кондратьев. Тем более, что цена соответствует качеству. Вы на самом деле не Сколково, на самом деле, и тем более не Силиконовая долина. Но по своей технологичности, сегодняшним трудом и технологией, которая у вас, вы сегодня делаете будущее. Вы на следующий день сегодня практически реализуете. Но я хочу получить ответ, в том числе и от вас, Сергей Сергеевич. Что мешает сегодня муниципальному образованию, на самом деле, для улиц, для дорог, татуаров, закупать светодиодное освещение здесь? Да, ведь самый кратчайший путь прямой. Но прямо никто не хочет ходить. Все хотят ходить вот так, по кругу. Потому что слишком много кому-то отпадает, перепадает. В этом весь ответ. Поэтому давайте с вами сделаем так, чтобы был кратчайший путь прямой. От потребителя к производителю. Побывал в Немин Кондратьев и в софхозе декоративных культур. Более 40 лет здесь успешно выращивают саженцы хвойных и лиственных деревьев. Директор Сергей Костюк показывает питомник и с гордостью рассказывает. Сегодня саженцы армавирского предприятия по качеству не уступают европейским и в разы дешевле. А наличие собственной семеноводческой базы позволяет выращивать растения, которые приживаются даже в самом суровом климате. Готовы сегодня обеспечить посадочным материалом весь наш Краснодарский край. Кстати, вот сегодня вы готовы обеспечить, а надо еще сделать так, чтобы ваша готовность была реализована. А наши муниципальные образования не то что готовы, они обязаны купить у вас, потому что на самом деле ваши культуры в целом они дешевле, недоступнее, они районированы. Поэтому я не понимаю и никогда не приму никаких отговорок, почему нельзя брать у армавирского питомника. Зачем мы тратим огромные суммы бюджета, огромные, на закупку из-за рубежа и крупномеров, и цветов, и многолетних, и однолетних. А которые потом не приживаются. Абсолютно, которые еще и не приживаются. Вот здесь мне непонятно ни экономика, ни логика глав муниципальных образований. Новые саженцы теперь особенно понадобятся самому армавиру. На улицах и аллеях ураган с корнем вырвал десятки деревьев. Заметно поредила сегодня и городская роща. Мария Крошина, Ильина Касабова, Денис Маскаленко, Денис Перец, Кубань-24, Армавир. После этого глава региона побывал в Армавирском педагогическом университете. Там он пообщался со студентами и преподавателями. Несмотря на то, что новый учебный год еще не начался, здесь рабочий процесс не прекращался. Губернатору показали научные разработки учащихся. Модели роботов, которые студенты сконструировали сами. Кондратьев заглянул и в приемную комиссию. В общем, в общении с преподавателями и студентами говорили о развитии современных технологий. По словам главы региона, если край будет вовремя их осваивать, то и экономика будет развиваться хорошими темпами. Мы должны не отстать от жизни. Потому что нам очень важно сегодня быть впереди по технологиям, впереди планеты всей. Потому что кто сегодня владеет технологиями, он владеет миром. Поэтому очень важно сделать нам сегодня мыслящих выпускников, думающих выпускников. Но, конечно, очень важно, чтобы учителя имели достойную зарплату. Конечно, мы говорим о том, что качество образования должно быть высоким. А от чего зависит это? Конечно, от зарплаты. А качество образования – это качество запрещенной нашей с вами жизни. Это запрещенная экономика. Это запрещенный научно-технический прогресс. Да, сложно. Да, непросто. Но завтра стоит намного дороже. Пообщался губернатор и с участниками армавирской команды КВН «Русская дорога». Благодаря поддержке администрации края ребята смогли принять участие в высшей лиге клуба веселых и находчивых. Небольшой отрывок своего выступления они показали и главе региона. А в Сочи сгорело здание исторического санатория. Некогда оно было одном из корпусов санатория «Кавказ». Пожар произошел накануне вечером. Пожар был замечен прохожими примерно в 6 часов вечера. Огонь охватил оба этажа строения. Площадь пожара около 800 квадратных метров. Возгорание было локализовано примерно в 20.00. Наш дом напротив, увидели с балкона, горит все черный весь дым. Но вот потом приезжали. Моя мама выходила на море и увидела, что первый этаж горит. И сразу побежала говорить всем. Пострадавших нет, а вот судьба самого памятника истории пока непонятна. Это здание санатория было построено еще до Великой Отечественной. В годы войны здесь располагались два госпиталя. Именно поэтому здание было взято под охрану как памятник истории регионального значения. Что послужило причиной возгорания нежилого строения, выясняет следствие. Спасатели эвакуировали пострадавшую женщину с приюта Фишт. Накануне в южный отряд МЧС обратились коллеги из Адыгеи, находящиеся на дежурстве у подножья горы. Они сообщили, что на приюте Фишт находится туристка из Брянска, которая получила травму голени и не может самостоятельно передвигаться. В 15 часов из Сочи за пострадавший вылетел вертолет МЧС России со спасателями и медиком на борту. Женщину эвакуировали из Высокогорье на базу отряда, где оперативно передали врачам скорой помощи. Для дальнейшего обследования 50-летнюю пострадавшую госпитализировали. В Сочи задержали подозреваемого в краже из частного дома. Мужчина похитил мобильный телефон и 120 тысяч рублей. Полицейские обнаружили отпечатки пальцев и следы обуви предполагаемого преступника. По базам данных МВД удалось идентифицировать его личность. Им оказался ранее неоднократно судимый 42-летний местный житель. Мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции. В кабинете следователя он рассказал, что на преступление его толкнуло тяжелое материальное положение. За домом было открытое окно. Я залез в окно, прошел в комнату, взял кошелек, с шкатулки, деньги. Похищено, изъято. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Гражданин взят под стражу. Часть похищенных денег к моменту задержания мужчина успел потратить. Санкции статьи предусматривают до пяти лет лишения свободы. Пять управляющих компаний в Сочи могут уйти с рынка предоставления коммунальных услуг. Сегодня об этом говорили на совещании по подготовке города к зиме. Его провел глава города Анатолий Пахомов. Знойным летом приходится говорить о предстоящей зиме. И не только говорить, а готовиться к ней заранее. С апреля по октябрь в это время традиционно городские котельные по графику становятся на плановый ремонт. А сейчас, в летний период, самое время отремонтировать коммунальные хозяйства в домах, поменять трубы, посмотреть состояние теплоузлов, насосов. Все это задача управляющих компаний. Сами жильцы многоэтажек, а также административные комиссии следят за тем, как проводится такая подготовка. У меня на территории работает управляющая компания по критерам, которая обслуживает два социальных дома. Она не работает. Больше года мы пытаемся ее найти. Оказывается, руководитель управляющей компании с гордым названием здесь же, в зале. К нему претензии от жильцов домов с голубых дали. Своё бездействие он даже пытается как-то объяснить. Но власти требуют работу, а не рассуждение. Встречаться надо с людьми, а не здесь публично объясняться. Бессовестно. Сейчас будете по каждому поводу и без поводу. Все стоят и все как один говорят, что вы не работаете. А вы всем объясняете здесь, какие вы хорошие. И по цифрам у вас ноль. В целом же город готов на 77% к новому отопительному сезону. Но глава города требует уже стопроцентную готовность. Через две недели – сентябрь. Он просит Ростехнадзор не осенью, когда городу выдаются паспорт готовности, а сейчас поработать в составе комиссии по приему домов. Включите, пожалуйста, в проверку этих домов как общественность, так и технадзор. Данкомы должны знать, что если что-то не так, надо обязательно прийти на совещание по подготовке к зиме и поставить эти вопросы, не просто посидеть. Хорошо? Именно для этого я большой актив привлекаю. Именно для этого, чтобы вопросы здесь решались до того, как придет 15 ноября, и мы начнем подключаться к теплу. Анатолий Пахомов дает поручение совещания в таком составе проводить раз в неделю и снимать с повестки дня проблемные вопросы. Сегодня отчитались главы районов, заслушали и представители теплоснабжающих организаций. Говорили о тех домах, которые никем не обслуживаются. В городе их 11. В частности, например, по Полтавской 22 принято решение о ремонте теплотрассы и подключение к ООО «Хосте» этого дома. По Петропавловской 3 предполагается строительство нового участка теплотрассы и подключение к котельной «Сочи Теплоэнерго». Паспорта готовности жилых домов должны быть готовы до 15 сентября. Котельные – до 15 октября. Паспорт же готовности города должен быть подписан к концу октября. Елена Всецкая, Дмитрий Даниловский, телекомпания «ФКТ». Строители отметят профессиональный праздник в это воскресенье. А сегодня лучшие представители строиндустрии «Сочи» собрались в зале органа и камерной музыки. «Сочи» уже пережил несколько стадий бурного развития. В 30-е годы, когда развивалась санаторно-курортная отрасль, и три года назад, во время подготовки к зимним Олимпийским играм. За последнее время в городе были построены дороги, социальные объекты, модернизированные воды и электроснабжения, продолжается газификация. «Сочи Гургаз строил газопроводы высокого и среднего давления к Олимпийским объектам. Также занимается строительством поселков Лазаревского района. Ведем технический надзор и контроль за строительством газопроводов, опасных производственных объектов к нашей инфраструктуре города Сочи». От качества работ зависят жизни миллионов людей, и поэтому настоящие мастера всегда высоко ценились. В канун профессионального праздника звание заслуженного строителя Сочи получили четверо руководителей крупных организаций, в том числе и Алексей Руднев. Почетные грамоты и благодарственные письма от мэра и председателя городского собрания Сочи вручены и лучшим работникам этой отрасли. В Сочи профессия строителя всегда была и остается одной из передовых. Курорт продолжает развиваться, и в первоочередных планах – социальные объекты. «В прошлом году нам изданы целых три детских садика. В этом году мы будем начинать, уже к концу года поступило финансирование, будем достраивать школу в Беранде, начнем строительство очередного большого садика в ЛАО. Начали строительство фельдшерского кушерского пункта в селе Прогресс». Сочинские строители – мастера своего дела. Тому подтверждение их востребованность. Их приглашают работать не только в Краснодарском крае, но и в других регионах России. Татьяна Говоркова, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. Архитектурный мост Сочи-Екатеринбург-Москва прокладывают в эти дни на курорте. Пятая архитектурно-градостроительная конференция собрала ведущих специалистов России. Форум проходит при поддержке администрации города. Сегодня говорили о градостроительных проблемах курорта. О них собравшимся рассказал глава Сочи Анатолий Пахомов. Речь шла о высотной застройке. Мэр сообщил участникам конференции о том, какие меры принял муниципалитет, чтобы строительный рынок в Сочи стал цивилизованным. В частности, шесть лет назад прекратили заключать инвестиционные договоры под строительство высоток, которые, по мнению местных властей, уродуют облик города. Как отметил сочинский градоначальник, самовольное строительство на курорте процветало из-за отсутствия генерального плана курорта и правил землепользования и застройки, которые были приняты только в 2009 году. На их основе с 2012 года мэрия направила в суд более 2000 исковых заявлений о сносе самоволок. Почти тысячу из них получили положительное решение. Но на этом работа не останавливается. Несмотря на очевидные достижения, есть еще ряд проблем, над решением которых мы продолжаем работать. Нам необходимо, как я уже говорил, внести в генплан зоны охраны объектов культурного наследия, отобразить в нем олимпийское наследие, зеленые зоны и общественное пространство, взаимовязать генеральный план и правила землепользования и застройки. У нас это еще пока тоже большая проблема. Они совершенно, бывает, трактуют разные вещи. Администрация продолжает искать эффективные инструменты для градостроительного регулирования. Мэр попросил собравшихся поддержать инициативу администрации по нескольким пунктам. Например, вернуть понятие «авторский надзор» за реализацией проектных решений. Архитектор должен ввести свой объект от начала и до конца его возведения. Вдобавок, специалисты должны проходить лицензирование, так как практически 40% проектов, представленных на согласование, нуждаются в доработках. Добавлю, что все решения, принятые на конференции, будут направлены в Минстрой России. В природному орнитологическому парку Сочи исполнилось 6 лет. Он был создан, чтобы сохранить уникальные ландшафты и биологическое разнообразие эмеретинской низменности. Раньше долина традиционно была излюбленным местом охоты местных жителей. А теперь режим особой охраны обеспечивает птицам необходимый покой и полностью исключает охоту на них, а также любую деятельность, которая может причинить им вред. Всего за время работы орнитологического парка на его территории специалистами было зафиксировано присутствие 181 вида птиц. 19 из них являются редкими и исчезающими, занесенными в Красную книгу Краснодарского края. Ежегодно орнитопарк проводит Всероссийскую научную конференцию. На нее съезжаются ученые из разных регионов России. Кроме того, с 19 по 24 сентября в Сочи пройдет международная научная конференция «Хищные птицы Северной Евразии», которая соберет сотню орнитологов из 12 стран. В Литературно-мемориальном музее Николая Островского сегодня открылись сразу две фотовыставки «Космонавт номер один» и «Открытый космос». Здесь можно увидеть как сочинские экспонаты, так и редкие фотографии из фонда в Мемориальном музее космонавтики Москвы, а посвящены выставке 55-летию первого полета человека в космос. 12 апреля 1961 года советский космонавт Юрий Гагарин на космическом корабле «Восток-1» стартовал с космодрома Байконура и впервые в мире совершил орбитальный облет планеты Земля, который продлился 108 минут. Уже через месяц после этого исторического события Гагарин приехал в Сочи. Как известно, первый космонавт посадил на курорте Гималайский Кедр и Магнолию в парке Ривьера. 16 мая Юрий Алексеевич посетил дом музея Островского. В книге отзывов музея сохранился автограф и фотографии с почетным гостем. Посмотрел наш музей и сказал, что вот когда в юности, в школьные годы он читал роман Островского с большим интересом, и потом образ Павла Корчагина помогал ему в самые тяжелые минуты в его жизни. Их, конечно, было много. Выставка интересна тем, что она дает нам возможность снова вернуться вот в те годы, 50 с лишним лет назад. Для нас это как воспоминание, а для молодых людей это знание. В экспозицию выставки «Космонавт номер один» из фондов Московского мемориального музея космонавтики вошли фотографии, посвященные непосредственно Юрию Гагарину. Первый космонавт планеты запечатлен в разные моменты жизни. В последние минуты перед стартом и во время игры в хоккей, на трибуне Мавзолея и на отдыхе в Сочи с коллегами и семьей. Автор фотографии Борис Смирнов, штатный фотограф Центра подготовки космонавтов. Фотовыставка «Открытый космос» посвящена еще одному знаменательному событию – выходу в «Открытый космос», который произошел 18 марта 1965 года. Его совершил советский космонавт Алексей Леонов, полет которого вместе с Павлом Беляевым на космическом корабле «Восход-2» продолжался чуть более суток. Свободное плавание Леонова в космическом пространстве длилось 12 минут 9 секунд. Дополняют фото-выставку уникальные документы – акт о продолжительности пребывания летчика-космонавта Леонова вне космического корабля «Спутника», а также доклад подполковника Леонова о полете на корабле «Спутники «Восход-2». Выставка в музее Островского будет работать до 12 сентября. Завтра в России будут отмечать День физкультурника. Этот праздник отмечается в стране еще с 20-х годов прошлого века. В Сочи мероприятия, посвященные Дню физкультурника, проходили всю эту неделю. Ну а сегодня сотрудника в отрасли поздравила глава Сочи. На торжественное собрание пригласили тренеров и ветеранов спорта. Глава города Анатолий Пахомов вручил сотрудникам отрасли благодарственные письма. Целому ряду тренеров присвоили почетное звание заслуженный деятель физической культуры и спорта города Сочи. В их числе и Петр Вальков. В спорте он 55 лет. Все время с детьми. Все время пытаешься поставить их на ноги, чтобы они были здоровыми, веселыми, радостными, бодрыми. В прошлом году на международной конвенции «Спорт-Аккорд» Сочи получил престижную премию. Самый спортивный город мира. Сегодня спортом в Сочи занимается более 40% горожан. Для этого в городе есть все возможности. 763 спортсооружения, включая олимпийские объекты, бассейны, стадионы, спортивные школы, залы и открытые площадки. Спорт – это труд. Это труд во имя здоровья, это труд во имя мира. 60% детей активно занимаются спортом, любят спорт. И это победа. Конечно, это все стало возможным после олимпиады, когда появилась и материально-техническая база, и когда мотивация поменялась. Мотивируют ребят приходить в секции и крупнейшие чемпионаты, которые принимает город. Пропаганда здорового образа жизни – основная задача руководства курорта, отметил Анатолий Пахомов. И главная цель – это развитие на курорте массового спорта дворового, спорта пешей доступности. Олимпийский чемпион подзюдо Беслан Мудранов получит от администрации Краснодарского края денежную премию в размере 2 млн. рублей, сообщает портал Югопольс. В соответствии с приказом администрации, каждый спортсмен из края, который получит медаль Олимпийских игр, будет награжден денежной премией. За первое место кубанские спортсмены получат премию в размере 2 млн. рублей, за второе место – 1,5 млн. за третье – 1 млн. за четвертое и восьмое место – 500 тыс. рублей. Остальные участники игр, занявшие места ниже восьмого, получат 250 тыс. рублей. Сточинские огнеборцы сыграли в мини-футбол. Сотрудники пожарной охраны приняли участие в турнире, посвященном празднованию Дня физкультурника. Соревнования прошли при поддержке городской организации «Динамо». Сотрудники пожарной охраны регулярно участвуют в спортивных состязаниях и показывают неплохие результаты в разных видах спорта. Как следует подготовиться к соревнованиям, спасателям не всегда удается. Тем не менее, спорту внимание уделяют и стараются добиться высоких показателей. Есть поддержка руководства, в частности, руководителя гарнизона пожарной охраны Калатко Алексея Анатольевича. В нашем лице тоже мы всегда готовы помочь и поддержать коллективы физкультуры, входящие в состав сочинской городской организации «Динамо». В конце июня динамовцы показывали свои умения в баскетболе. В ближайшее время состоится соревнование по волейболу, а этот турнир посвящен предстоящему Дню физкультурника. Стартовал он накануне. Больше 140 огнеборцев со всех районов курорта разбились на 12 команд и сыграли в мини-футбол. Хорошие результаты показали сотрудники пожарно-спасательных частей Адлера и Дагомыса. Очень много было спорных моментов. Отверженно сыграли, были даже чуть-чуть небольшие травмы. Контактная игра, этого не избежать никуда. И большое стремление выиграть и получить награду на этом турнире, чтобы потом в дальнейшем войти в сборную команду отряда. Победители турнира по мини-футболу смогут принять участие в краевом «Динамовском старте». Он пройдет с 3 по 6 сентября в Крымске. Татьяна Говоркова, Демидь Даниловский, телекомпания «ФКТ». Сочи снова в большом спорте. Завтра, 13 августа, в парке «Ривьера» состоится грандиозный праздник в Сочи навстречу Кубку Конфедерации. Конкурс аквагрима, спортивные эстафеты и красочное шоу. Участникам бесплатно мороженое, победителям ценные призы. На сегодня это все новости. Завершаем выпуск информации от наших партнеров. Все салоны в ткани для дома предлагают широкий ассортимент тканей, текстиль, постельное белье и пошивштор на заказ. Ну а все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Инга Габеша. Всего вам самого доброго и до встречи в эфире.